Привет, друзья! С вами Казахстанская Медиа Академия и я, Даниэль Аглемединов. Вы смотрите программу Backstage, где мы рассказываем историю создания самых лучших клипов нашей страны. Каждый клип касается своей тематики. А о какой теме мы будем говорить прямо сейчас. Не объятна казахская степь, значит песня определенно будет связана с нашей прекрасной страной. Это же клип Аннели Ариновой на песню «Я кэ а лан, я кэ а салзат». Это народная песня, и каждый берет на себя очень большую ответственность, исполняя их. На самом деле это серьезная композиция. У меня были еще серьезные изменения в жизни. Я вышла замуж и была на тот момент уже в положении. Эту песню подарили мне и помогли ее создать Багмухиденова. Выбор режиссера является большим выбором для съемок. Аннель поняла, что для такого важного проекта стоит пригласить настоящего профессионала. Мне надо было определиться, кто же будет снимать. Я понимала, что это что-то должно быть серьезное, серьезное для меня. И я выбрала киношника. Мы с ним встретились, мы обговорили. И, конечно, идея у него первоначальная была иной. Тоже масса людей, масса актеров, что-то космическое, что-то нереальное, что-то такое странное. Ну, что я сказала, может быть, что-нибудь иное? Цель у Аннель была довольно большая – нанести в клип целый фильм. Тематика давно знакома и затрагивает крупные моменты истории казахского народа, что было очень важно для певицы. Мы решили снимать наш народ. Я понимаю, что видеоработ насчет степи, неба, солнца, коней – их много. Но я хотела иметь такую видеоработу в своем архиве. Эти съемки также стали большим испытанием для Аннель, так как она была в довольно серьезном положении. Когда мы стартовали и начались съемки, у меня уже был эдак третий месяц беременности. Меня уже на лошадь посадить не могли. Посадили меня на арбу. Я пригласила своих подруг. Там была моя же подруга Иссулу, дизайнер Малика Усупова, актриса и ведущая Аша Матай. Достаточно еще других актеров. Массовка была собрана где-то человек пятьдесят. Помимо этого арба, кони, стрелы – все, что к этому прилагается. Довольно большая работа уделялась и визажистам, которым надо было работать не только с лицами актеров. Сложность была в том, что должны были делать раны, порезы, клеить бороды. Но моя замечательная подруга не смогла приехать на съемочную площадку. Поэтому спасибо другому моему другу, который закончил Сымбат и имел представление, как же делать кровь, как же делать шрамы. И он на площадке на съемочной поддержал меня. Осет. Осет Седвоказов. Большое спасибо тебе, Осет. Процесс был длинный, сложный, но ради искусства ничего не жалко. Особенно, если на выходе получается такой шедевр. Сложно мне было постоянно трястись на арбе, потому что там не мягкое же кресло. Солнце, солнце пек. Загорали ли мы там, мне было на самом деле все равно. Потому что пока шли какие-то перестановки, снимали еще других ребят, актеров. Тоже с лошадьми. Кто-то должен был проехать с одной точки в другую точку. Меняем ракурс, меняем план. Снова с одной точки в другую точку. Жара. И, между прочим, мы еще успевали. Конечно, не я, но мои подружки, мои актрисы, успевали поспать на арбе. Некоторые проблемы сумели возникнуть даже после съемок. Уже на монтаже. Когда ребята начали монтировать, и уже на монтаж приехала я, вроде как, посмотреть конечный результат до покраски, я понимаю, что, черт возьми, здесь-то чего-то не хватает. Я не могу такую работу выпускать. Мне хочется еще чего-то. Но на тот момент мой живот подрос до семи месяцев. Я шью камзол, шью платье. В этот момент меня поддерживает ювелирная компания национальных украшений, между прочим. Большое им спасибо, Амина Джевелс. Она предоставила мне вот эти украшения. Они такие просто красивые. Вот, значит, и у нас был досье. Клип получился по-настоящему прекрасным, с глубоким сюжетом, прекрасной картинкой. И просто не хватит никаких похвал, чтобы выразить красоту этой работы. Самая главная оценка для меня, это была оценка родителей моих наставников. Это Баян Махсатовны и Бага Мухиденовы, Махсат Ага, и его супруги. Для меня была это огромная честь, получить такую, можно так сказать, галочку, оценку от моей проделанной работы. Великолепная работа, показывающая историю казахского народа и прекрасные пейзажи. Просто удивительно, чего смогли добиться для такого небольшого клипа. И Анель имеет полное право им гордиться. Давайте не будем долго ждать и посмотрим клип Анель Ариновой на песню «Якы ауан, якы асыузат». Анель Ариновой на песню «Якы ауан, якы ауан, якы ауан» Айтқан, 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 айтқан болсаң, там ақылдар тілмен таңдай. Ойя калуан, еқасылыза төйлигесе яйна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok